Всем доброго времени суток! Рада приветствовать на своем канале всех тарологов, тарамамов и просто любителей эстетики, потому что в данном видео хочу вам предложить обзор на колоду Golden Taro. Называется Золотое Таро Cat Black. Колода не является новой, она уже очень давно на рынке мантических систем, то есть издана она была в 2003 году. Вот, посмотрите, издательство Youth Games, это штаты, да? Но почему-то многие либо они не знают, либо не слышали и просили снять меня на эту колоду обзор. Безусловно, на YouTube обзоры вы можете найти на эту колоду, но тем не менее довожу вам до вашего сведения в своей интерпретации. Итак, вот она в такой вот жесткой большой упаковке. Вот здесь изображен ACBN, то есть штрих-код страна-производитель, собственное издательство, да, от которого был заказ на эту колоду. Произведена в Китае, но тем не менее по заказу издательства Youth Games. На самой колоде, вот на лицевой стороне, вы видите, здесь изображена королева Жезла, на обратной стороне здесь король Пентако и здесь у нас старший Аркан Дурак, он же Шут. Ну, а здесь в целом рассказывается, что колода является прообразом классики Райдера Уэйта, то есть с этой колодой вам будет очень легко работать. Первое, на что хотела бы обратить свое внимание, это крышка. Сейчас она еще такая относительно плотная, но, вот видите, стоит ее только перевернуть, сразу же карты высыпаются. О чем это говорит? То есть взять ее с собой, вот как походный вариант, во-первых, она очень массивная, достаточно-таки тяжелая, объемная. Помимо всего прочего, ну вот, не во всех, скажем так, колодах такая проблема с крышками, но вот почему-то на этом у меня грешит и колода Таро Альфонса Мухи, там крышка слетает моментально, и вот на Golden Taro. Итак, что же мы здесь видим? Так, пустая коробка, сейчас мы сразу все с вами уберем. Так, сейчас у меня арканы не разложены по порядку, все буду делать в процессе, буду вам рассказывать и показывать. Итак, непосредственно сама колода, вот ее рубашечка, рубашечка стандартная, классическая, абсолютная, скажем так, здесь нет привязки к какой-либо сторон, поэтому вам будет удобно с ней работать как на прямых, так и на перевернутых арканах. Для меня это актуально, в принципе, для меня и не принципиально, когда я вижу разницу касаемого карта прямом или в перевернутом положении, да, если, например, Таро Альфонса Мухи, это уже дело вкуса. Итак, что здесь идет в колоде? 78 арканов, две пустые карты, одна из которых является, вот, рекламная описывается, да, кто является издателем и по прообразу чего издана эта колода. Вот пустая карта, на которой изображена королева Пентакли, которую вы можете как использовать в работе, так и не использовать, это уже на ваше усмотрение. Я карту в работе использую, но в текущий момент отложила, да, бы, скажем так, она не мешала в обзоре. Что мы видим здесь? Непосредственно литература колоди. Очень плотная книжка, очень добротная. Во-первых, мне нравится полиграфия, мне нравятся цвета. Понимаете, идеальное качество, идеальные срезы. Ну, то есть, нигде ничего, знаете, обычно, если книги, либо карты дешевого издательства, ну, да, какая-то вот хромает полиграфия, то вот эти края постоянно осыпаются, плохая вырубка, постоянно цепляется. Здесь очень плотный картон, идеальное качество проклейки. Итак, смотрите, что из себя представляет книга. Ну, краткое содержание. Книга, к сожалению, только на английском языке, поэтому, если вы русскоязычный, не поленитесь все-таки перевести. Сейчас существует ряд программ, если у вас плохо с английским, да, скрините просто саму литературу, и программа вам автоматически переводит. Но это того стоит. Вы будете понимать, о чем идет суть, что является прообразами данных арканов и так далее. Вот, собственно, как и вступление. И непосредственно здесь автор дает несколько нам раскладов, которые она рекомендует для работы с этой колодой. Ну, расклады стандартные, да. Вот на три карты. Здесь есть вот позиция Кельский крест. Кто использует, кто нет, да. Вот ключевой расклад авторский. Ну, непосредственно пошли описания арканов. Что примечательно, почему, говорю, полезно, потому что здесь дается не только вот фото аркана, но, как вы видите, описание аркана как в прямом, так и в перевернутом положении. Ну, это очень важно. Так идет по каждому аркану. Очень добротно на самом деле написано. Вот потом пошли описания младших арканов. И самое главное, что, скажем так, на что следует обратить внимание, если вам все-таки необходимо копнуть глубже, дабы не искать первоисточники, что, где, откуда взяты прообразы, то вот здесь, сейчас я вам найду, в книге дается информация, что является прообразом каждого аркана, откуда взялись эти картины и так далее. Сама колода, смотрите, она является, скажем так, образцом или сделана в стиле Средневековья и Раннего Ренессанса. Потому что здесь автором, Кэт Блэк, это австралийская художница, использованные картины фламандских, немецких и итальянских мастеров. Это период еще 200-1500 года. Здесь эта колода выполнена в коллажной технике, поэтому, как вам правильно объяснить, это, знаете, как интернациональная готика. Но это все настолько между собой соединяется, настолько это все шикарно выглядит. Ну, в общем, сейчас посмотрим. Итак, смотрите, в чем плюс этой колоды? Во-первых, видите, здесь у нее идет круглый срез, у нее идет золоченый край. Естественно, что колода шикарного, замечательного качества, идеальная вырубка, идеальная центровка. Ну, колоду просто приятно держать в руке. Особенно это будет полезно и значимо для тех, кто любит двустороннюю ламинацию. Карты очень плотные, прослужат вам долго. Это могу вам с уверенностью сказать, посмотрите, какой плотный картон. То есть, это колода, которая, знаете, будет использоваться вами на долгие годы. Так, колоду не раскладывала, поэтому будем в процессе работы ее арканы поворачивать, перекладывать и так далее. Итак, хочу рассказать немножечко о самой колоде. 78 карт, здесь инструкция на английском языке. Размер карт больше стандартного, больше обычного, потому что здесь вот 73 на 122 миллиметра. Кромка, как вы видите, позолоченная. Помимо всего прочего, масти здесь изображены и прописаны стандартно. Это, безусловно, жезлы, чаши, мечи, пентакли. Нумерация шут 0, сила 8, правосудие 11. То есть, вот как идет по классике Райдера Уэйта. Здесь непосредственно идут иллюстрации. Колода легко читается, даже если у вас нет возможности перевести данную литературу. Ничем от классики она не отличается. Вам будет крайне легко с ней работать. Итак, давайте же смотреть. Первую карту, которая открывает наша колода, здесь падает двоечка жезлов. Видите, за счет ламинации, как блестит карта, да, как отсвечивает. Ну, карты, правда, замечательные, прослушат вам долго. А помимо всего прочего, если вы не будете брать ее часто в работу, ну, она прослужит вам в жемчужиной коллекции. Так, вот башня, старший аркан. Видите, ситуация крушения. Везде использованы вот эти вот картины Ренессанса и очень много библейских мотивов. Я думаю, вы сейчас это увидите, это будет узнаваемо по арканам. Вот шестерочка Пентакли. Жрица, смотрите, какая замечательная указание, да, на то, что она держит в руках книгу судеб, тайны бытия, символ такой мудрости, интуиции, целомудрия. Так, сейчас буду вам переворачивать, показывать. Смотрите, двойка жезлов, простите, двойка мечей. В принципе, видите, сообраз на классике, единственное, что здесь не завязаны глаза. Так, вот эмоциональная закрытость. Так, вот тройка мечей. Ситуация разбитого сердца. Шут, он же дурак. Ну вот видите, как бить в бубен. Человек, который срывается в новое начало, в новое путешествие. Вот собака, вот обрыв особо не изображен, но это вот, понимаете, попытка начать что-то новое, начать с чистого листа, какая-то глупость, какого-то безрассудства. Так, далее маг. Маг, кстати, очень интересный. Я объясню, почему. Потому что здесь вот изображены, во-первых, все четыре масти. То, что человек умеет владеть, да, всем этим является хозяином положения. Но то, что... Третья намерена на то, что он умеет читать и общаться не только с людьми, но и с животными, да, то есть знает абсолютно любой язык. Знание силы, владеет информацией. Так, четверка Пентакли. Карта накопительства, карта собственника, такой эдакая женщина-плюшкин, попытка удержать все в себе, удержать свою стабильность и постоянство. Рыцарь Кубков замечательный. Видите? Очень красивые карты. Ну, если вы являетесь любителем и ценителем, да, таких вот прорисовок, карта плюс-минус похожа со своей подачей чем-то на Торо Висконтис Форца. Но однозначно вы останетесь ей довольны. В работе я уже пробовала неоднократно. Карты доходчиво пойдут информацию. Вот, посмотрите, какой король Пентакли. Я бы сказала, просто песня. Семерка Жезлов. Ну, то есть, те, кто знаком с классикой, вам будет очень легко с ней взаимодействовать. Вот, карта Мир. Но здесь еще, знаете, как под текстом идет вот ситуация окончания чего-либо, вот как ситуация ученичества, когда вот вас берут под опеку. Либо карта Мир, это то, что, знаете, ну, вот здесь, это как вы обрели покой, обрели рай, либо у вас новый этап. Ну, то есть, ситуация блаженства. Вот видите, как вы под защитой находитесь. Терочка Мечей. Ну, все, согласно классике, ничего нового. Как видите, везде идут ангелы, архангелы, прообразы святых. Терочка Пентакли. Как неимущие, вот видите, пришли в храм просить помощи. Десятка Жезлов. Тройка Пентакли. Видите, как упорно оттачивают свое мастерство. Карта Союза, да? Карта Обучения в чем-то. Потому что это карта становления, наработки, опыта. Восьмерка Жезлов. Карта Скорости. Кстати, обратите внимание, те, кто знаком с колодой Логинова, очень похоже. Перекликает свое изображение. Если у вас есть, пересмотрите. Так. Умеренность. Тоже карта к этому, если нападет, при складе, что в данной ситуации вы находитесь под защитой бывших сил, либо своего ангела-хранителя. Пятерка Жезлов. Карта Борьбы. Карта Конкуренции. Видите, какая замечательная сила. Ну, я говорю, Кальпо, безусловно, на любителя, но мне она нравится своей подачей. Своим визуальным рядом. Вот четверочка Мечей. А здесь карта Покоя, Отдыха. Карта Стагнации или Болезни. Видите, здесь, ну, тут даже вот такая вот повязка на голове у человека. Отдых, Покой, Восстановление Сил. Вот у нас здесь нарисован, простите, Туз Мечей. Вот уже пошли карты Архангелов. Десятка Кубков. Ну, вот тоже, как в Тарологинова, я говорю, пересмотрите. Очень похоже. Вот наша Королева Жезлов. Здесь взят образ Девы Марии. Так, Отшельник. Вот поиск путей, единение с природой, с животными. Это, знаете, как желание приблизиться к природе с целью самоопознания, самоанализа, попытки найти свой путь, обрести гармонию. Восьмерка Пентакли. Карта Упорного Труда. Видите, карта, за то, что двусторонняя ламинация, такие достаточно скользкие. Рыцарь Пентакли. Немножечко поровняю. Далее, шестерочка Кубков. Карта Семьи, Ностальгия, Родственных Связей. Король Мечей. Пятерка Кубков. Карта Отчаяния. Карта Отчаяния. Звезда. Какая довольно интересная такая здесь. Миловидная Дедушка. Так, Солнышко, Солнце. Король Жезлов. Вот символ огня, Саламандра, символ мудрости, да, вот указание на стихию огня. Ну, то есть, я говорю, у вас не возникнет проблем. Даже она новичкам пойдет, тем, кто, скажем так, выбирать между классикой, либо все-таки взять какую-то своеобразную колоду. Туз Пентакли. Опять же, прообраз Архангела здесь использован. Рыцарь Жезлов. Королева Кубков. Везде Алики Святых на всех Арханах. Луна. Карта интуиции, сомнений, самообмана. Восьмерка Кубков. Вот человек в начале пути, в начале ухода, знаете, как это, уйти от старых перегов к новым. Восьмерка Мечей, пластическая прорисовка. Так, Старший Архан Суд. Ну, вот здесь, судя по рисунку, возрождение Иисуса Христа. Вот видите, ангелы трубят, народ ликует. Далее, Рыцарь Мечей. Вот как. Убить дракона. То есть резко, без апелляциона что-то отсечь. Далее, смотрим, что у нас здесь. Четверочка Кубка под карта стагнации. Но опять же, понимаете, по всем Арханам, вот Лики Святых, у вас всегда есть поддержка высших сил. То есть вы не один на один в трудной ситуации. Не забывайте об этом. Вот здесь по Тузу Кубков какая здесь символика идет. Вот смотрите, основной вот ледь мотив всех вот этих прорисовок и картин Средневековья и Ренессанса это, знаете, как в то время искали чашу Грааля. Вот если у кого-то есть Таро Грааля, я думаю, вы знакомы с этой ситуацией. И вот этот голубь здесь как символ зарождения жизни. Это душа, которая ищет выхода в новое воплощение. А вот этот вот чаша это сама ситуация зачатия. Вот как здесь символично изображено. Так, далее. Двоечка Кубков. Карта Союза, карта Пары, помолвки, свадьбы. Ой, Королева Пентакли. Посмотрите, здесь какая. Просто, просто замечательная. Так, Колесо Фортуны. Очень красивое. Знаете, вот в стиле львовских вертепов так все вот красиво прорисовано. Ситуация Рождества. Туз Жезлов. Так. Шестерка Мечей. Десяточка Пентакли. Карта Семьи. Влюбленный. Безусловно, влюбленный является ситуацией выбора, но именно в этой колоде. Вот мне, во всяком случае, интуитивно идет, знаете, как ситуация больше единения пары. То есть, ну, посмотрим, как будет работать. Ну, здесь речь не идет о любовных треугольниках. И вот сколько на ней я раскладывала, она в основном показывает союз единения, но никак не любовные треугольники и тайные связи. Семерка Мечей по классике. Паш Жезлов. Кстати, Паш Жезлов это ведь тоже символ зачатия ребенка. И вот на это еще указывают кролики. Кролики это как символ плодовитости, да? Ну, и будущего потенциала. Дьявол. Ну, здесь все аналогично. Ситуация зависимости, скованность от обстоятельств, попасть в кабалу. Так, Паш Кубков. Ну, все традиционно. Смерть. Вот здесь изображена ситуация скорби. Судя по прорисовке, здесь, скорее всего, смерть Дьявы Марии. Так, далее. Тройка Кубков. Карта праздника, карта довольства. девяточка Пентакли. Пажа Мечей. Четверка Жезлов. Карта Семьи, карта Сбора Урожая. Карта Традиции. Право Судия. Право Судия. Посмотрите, здесь интересно, потому что здесь позиция, вы знаете, как и серия, что посеешь, что пожнешь. Ну, то есть, вам будет отмерено соразмерно вашим поступком. Девятка Жезлов. Вот, отстаивание своих позиций. Императрица, посмотрите, какая замечательная. Замечательный малыш. И вообще, такая вот колода просто вот веет такой вот светлой, доброй энергетикой. Повешенный. Десятка Мечей. Шестерка Жезлов. Карта Победы. Победы с совместными усилиями. Двойка Пентаклей. Королева Мечей. Вот такой прообраз Лика Святой. Такой воинственно настроенный. Жрец. Очень красивый иерофант. Колесница. Кстати, посмотрите, какая необычная. Вместо свинксов либо лошадей запряжены лебеди. Очень красиво. Девятка Мечей. Кстати, если вы обратили внимание, на многих Арканах присутствуют собаки. И вот на тяжелых картах они больше, знаете, как показывают поддержку. Что даже в самые трудные времена все равно у вас будет поддержка и помощь со стороны. Это показывают либо собаки, либо вот наличие этих Архангелов, которые присутствовали в таких картах как Умеренность. Какой у нас там еще карты были, он вылетел из головы. Вот Тройка Жезлов в движении вперед. Новые берега, новые возможности. А, ну вот, пожалуйста, на Паже Пентаклей. Вот Архангел, который способствует ученичеству, является путеводителем, да, и молится за учеников, за студентов. Девятка Кубков, карта Плодородия, тоже карта Зачатия, ситуация Деторождения, жизнь полная чаша. Так, Император. Ну, здесь все стандартно, все стабильно, хозяин положения. И Договорка у нас Король Кубков. Очень наводная стихия. Вот такая вот колода. Вот. Крайне замечательная. Как вы успели заметить, она только англоязычная. Младшие Арканы просто подписаны, старшие Арканы и подписаны, и пронумерованы римскими цифрами. Но я думаю, для вас это не составит труда, то, что она не мультиязычна. Вы поймите все и по визуальному ряду, и по надписям, которые соответствуют каждому Аркану. Надеюсь, что эта колода действительно вас порадует и будет вам слушать очень-очень долгое время. Ну, а искренне вас благодарю за просмотр. С вами была Ева Лехцер. Оставляйте, пожалуйста, свои отзывы и комментарии относительно этой колоды. Возможно, у кого-то она есть в коллекции, кто-то с ней работает. Но я искренне вас благодарю за просмотр. До новых встреч!